В городском центре занятости населения состоялся круглый стол лучшей трудовой династии промышленных предприятий «Армавира». Он прошел под эгидой года семьи, объявленного президентом. Участниками стали представители трудовых династий и учащиеся техникумов и школ города. Целью круглого стола являлась профориентация молодежи. Организаторы подчеркнули, что «Армавир» развивается как промышленный центр, требуются кадры для заводов и фабрик. Поэтому упор делается именно на рабочие специальности. Показать молодежи, что на наших промышленных предприятиях города, раз там трудятся из поколения в поколение, приводят своих детей, внуков, действительно достойные условия труда, социальные гарантии и достойные зарплаты. Гостями мероприятия стали шесть представителей трудовых династий бронетанкового ремонтного завода. Они рассказали ребятам об условиях труда, коллективе, зарплате, а также раскрыли, почему пришли работать на это предприятие и чем оно интересно. Вся жизнь протекала на заводе. Любые там праздники, в общем, все-все, мы постоянно были вместе с ним. Поэтому при выборе профессии однозначно поступила машиностроительный техникум. Там познакомилась с мужем. Закончили техникум и по распределению попали на наш завод. Равной. И продолжили династию. Рассказы тружеников внимательно слушали 20 учащихся Армавирского индустриально-строительного техникума и старшеклассников 11-го лицея. Артем Федорцов учится на электромонтажника. Юноша признался, что еще не определился с выбором предприятия, на котором хотел бы работать. Круглый стол стал для него важным источником информации. Мероприятие было для меня полезным, стало хорошее впечатление для того, чтобы у меня был выбор и было представление, куда я могу пойти в дальнейшем работать по своей профессии. Рассматриваются все варианты, связанные и с мышлением, и с физической работой. Армавирский центр занятости регулярно проводит различные мероприятия, направленные на профориентацию молодежи. В современных условиях, когда город динамично развивается, юношам и девушкам требуется помощь в поиске верного трудового пути. Влада Волошина, Александр Герасименко, Служба информации, телерадиокомпания «Вита», Армавир.